Туда нельзя, да? Да, полетельцы. А я для чего здесь? А, ну вы здесь. Проезжали, по мосту видели, там купаются. Рабочие. Здесь же рабочие восстанавливаются. Нет, лежали, купались. Не говорите о нем, а то жить на речке и не искупаться. Не нужен нам берег турецкий, верните наши пляжи. Восклетают соскучившиеся по Волге горожане. В связи с режимом повышенной готовности в этом сезоне пляжи еще не открывались. Но только официально. Потому что если здесь, на городских песках, висит запретительная лента и с недавних пор сидит постовой, то на Энгельском пляже, изможденным жарой людям, все же удается иногда понежиться на солнышке и искупаться. Будний день, полдень на Энгельском городском пляже самые отважные. Пока нет полицейских, жители сами решают, открыт пляж или закрыт. Воскресенье Что значит на пляже нельзя? Мы так же ходим все в торговые центры, так же ходим по улице, а вот так вот прийти с ребенком, когда у тебя выходной день, да, ты не работаешь, сидеть в душной квартире не хочется, а ребенку радость побегать, тот же там мячик попинать, поплескаться. Дистанцию соблюдаете, да, видимо, лежите? Ну, да, конечно, конечно, как можно дальше от других. Это запрещено на пляже. Ну, мы вообще из Москвы, вот, в Москве там намного все серьезнее, вот, поэтому приехали сюда, здесь потеплее будет и попроще, мне кажется. Для нас здесь вообще казалось, что люди не знают, что такое коронавирус, потому что обстановка совсем другая, нежели в Москве. Здесь люди абсолютно не парятся, маски даже через раз носят. Посещение солярия в Затоне также запрещено. Здесь после недавнего массового скопления желающих позагорать и поплескаться в воде натянули соответствующую ленту. Турбазы тоже закрыты, только по большей части от посторонних глаз. Если немного подождать, то можно увидеть, как в некоторые все же заезжают нетерпеливые посетители. Под предлогом визита баз отдыха, где находятся бани, из которых сняли ограничительные меры, предприимчивые граждане начинают выбираться к бассейну, а также не прочь полежать на песке. Действия, совершенные во время ограничительных мероприятий на территории субъекта, квалифицируются статьей 6 и 3 части 2 КОАП Российской Федерации. Протоколы об административных правонарушениях уполномочены составлять должностные лица органов внутренних дел, то есть полиции. Полицейские, в свою очередь, ответственность с себя снимают, ссылаясь на оперативный штаб. И когда никто не хочет принимать решения, получается вот так. Несанкционированное, оно же неконтролируемое место отдыха. Андреевские пруды в районе 9-й дачной открыты для всех желающих. Где ограждение, где надпись, что не разрешается купаться, где вот это вот все меры предосторожности, где людей предостерегают, где таблички, где то, что нельзя, где вы видите? Мы думали, что здесь будем одни и не знали даже, что здесь народ. Ну, потому что хочется отдыхать с людям, а все закрыть, надо скорее все открывать. Люди устали, люди хотят отдыхать. А здесь все есть? Видели бы полицейские какие-то надписи, что нельзя, ничего нет, да? Запретить нельзя разрешить. Запятую можно поставить где угодно. То же самое касается и парков. Саратовцы давно негодуют, почему нельзя их открыть. И в центре города массово гуляют у закрытых ворот липок. Правда, недавно открыли набережную. Часть людей переместилась на берег Волги. Опять же, поближе к воде. Тем более, что здесь начал ходить рейсовый теплоход, который должен перевозить дачников. Вот только некоторые его используют как прогулочный. Мы навигацию ручных судов в этом году открыли 25 апреля. И они работают по трем направлениям. Саратов-Сосновка, Саратов-Шумейка и Хвалынс-Буховницка. Речь идет о дачных направлениях, которые выполняют функции общественного транспорта. Если вы речь ведете о том, возможно ли функционирование во время самоизоляции в режиме повышенной готовности теплоходов в качестве экскурсионных, то в экскурсии есть мероприятия с массовым пребыванием людей, и данные действия запрещены в настоящее время. Завидев камеру, персонал судна Москва-62 просит надеть маски тех, кто поднимается на борт. Заметно, что ситуация для некоторых неожиданная. Среди населения растет непонимание в выборочном снятии ограничений, почему в переполненном транспорте можно, а в парках или на природе нельзя. Как следствие, горожане самостоятельно находят места отдыха, пусть и не всегда подходящие. В ход пошли уже фонтаны, но если один у бывшего ДК техстекло оперативно осушили, то остальные продолжают спокойно работать.